Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет. И AmpliVute Studios показала 10 культур очередной эпохи из Humankind. Все предыдущие эпохи я уже разбирал, ссылки на эти видео вы найдёте в описании к этому ролику. А сегодня у нас индустриальная эпоха. Ну и, конечно, тут у разработчиков появились проблемы, потому что это конец 18-го, начало 20-го века. В эту эпоху доминировали европейские державы, да и культур всего 10 им надо выбрать. Поэтому задача стояла сложная, и некоторые варианты, по-моему, будут странными. Но давайте по порядку. Австро-Венгрия. В Humankind они будут эстетами. Вообще, сама Австро-Венгрия появилась только в середине 19-го века, после революции, по-моему, 1847 года. Но понятно, что в данном случае имеется и Священная Римская империя, которая закончила существование в эпоху Наполеоновских войн, и Австрийская империя, которая после этого была... Действительно, Австро-Венгрия в индустриальную эпоху была великой державой, и не учитывать её нельзя. Хотя, с другой стороны, какая же это культура? Это, по-моему, конкретно государство, уж точно не культура. Уникальный юнит будет Evidence Bureau Agent, то бишь, тайный агент, можно перевести. Утверждается, что это первая военная разведка, и Evidence Bureau будет ответственно за сбор информации о врагах империй. Очевидно, будет какой-то шпионский юнит, но так как механика шпионажа вообще нам нигде не показывалась, то сложно представить, как этот чувак будет работать. Уникальный район, Opernhaus, ну, то бишь, Венская опера. Хотя, нет, почему обязательно Венская? Во всех городах Австрии есть оперные дома. Просто Венская самая известная, да и в данном случае, так как Австро-Венгрия, то и Будапештская опера тоже. Понятно, что этот район явно будет давать какой-то бонус на культуру, как и, в принципе, способность Австро-Венгрии. Следующий у нас британцы-экспансионисты. Полностью согласен, очень логично, потому что как раз в это время Британия обзавелась заморскими колониями, то есть занималась тем самым экспансионизмом. Пока непонятно, какой бонус будет давать экспансионизм. И, кстати, мне интересно, будут ли меняться бонусы от вот этих трейдов в зависимости от эпохи. То есть экспансионисты, например, в античности и экспансионисты в индустриальную эпоху будут получать одинаковые бонусы или нет? Ну, я думаю, это будет как-то связано с содержанием территории и городов. Уникальный юнит «Красные мундиры». Это тоже самый уникальный юнит, что и в 6-й Циве. Если я не путаю, это британская морская пехота той эпохи. Наиболее боеспособная единица наземная в Британии. Так что совершенно естественно, что сделали уникальным юнитом. Хотя я все-таки, наверное, ждал какой-нибудь морской юнит. И уникальный квартал «Колониальный офис» или, не знаю, «Колониальное представительство» это лучше назвать. Хотя я тут проверил «Министерство по делам колоний». Так что это будет какой-то правительственный район и, наверное, возможно, бонусы к цивикам будут давать. Но тут я вообще затрудняюсь. Ответите, либо на деньги от торговли бонус будет. Следующая культура, конечно же, французы. Почему-то они тут сделаны учеными. Хотя в тот период их вполне можно было и военными сделать, и экспансионистами. Ну, тут, скорее всего, какой-то баланс учитывается. Конечно же, благодаря Наполеону в этот период Франция, в первую очередь, была на острие атаки. Что первому, что третьему. Уникальный юнит «Керасир», опять же, прославившийся в эпоху наполеоновских войн. Разработчики игры пишут, что безрассудные французские «Керасиры» совершали массированные атаки, которые перевернули судьбу нескольких сражений во время наполеоновских войн. Ну, да, пожалуй, хотя в войсках Франции было много и других интересных подразделений. Те же гренадёры императорской гвардии или, взять, хотя бы артиллеристов, генералом которых начинал Наполеон в своё время. Уникальный квартал – выставочный зал или выставочный комплекс, построенный специально для всемирной выставки, во время которой представлены достижения науки, культуры и искусства того времени. Но интересно, что это, скорее, позаимствовано, на самом деле, у англичан, потому что всё-таки первый выставочный зал, знаменитый Crystal Palace, был построен для всемирной выставки в Англии, в Лондоне. Именно он, например, воссоздаётся в Анно 1800, когда вы строите всемирную выставку. Поэтому, видимо, и французов сделали учёными вот с этим выставочным залом. Я думаю, будет какой-то бонус к науке от соседних районов даваться. Следующая культура – немцы, конечно же. Ну, тут опять же интересно наличие Австро-Венгрии и наличие немцев, потому что немцы – это действительно культура, да? А Австро-Венгрия – это носители и немецкой культуры, и венгерской, и даже славянской культуры, потому что много славянских культур входило в Австро-Венгрию. Здесь же вот немцы – это конкретно немцы, естественно, милитаристы. Ведь именно в XIX веке благодаря прусскому оружию, вот этой прусской милитаристской машине, появилась Германская империя, победы над Австрией, победы над Францией. Так что всё понятно. Уникальный юнит – внезапно подводная лодка. Хотя, конечно же, в индустриальную эпоху подводные лодки не были ещё так распространены, как они потом станут в эпоху Второй мировой войны и позже. Но вот в описании сказано, что немецкие подводные лодки, ведя неограниченную войну, используя и сражения, и блокаду, представляли постоянную угрозу для союзников. Такое ощущение, что всё-таки индустриальная эпоха здесь будет захватывать и Вторую мировую, и последняя эпоха, останется только ещё одна, будет представлять собой современность. Ну, посмотрим. Ну, а уникальный район, я бы перевёл как коксохимический завод, ну или, ну, скорее даже имеется в виду, в данном случае, та самая Рурская долина, я так понимаю, то есть завод по переработке угля. Как раз вот в районе Рура была куча шахт по добыче угля, и на этих фабриках он превращался в кокс. А потом уже с его помощью производили чугун и сталь. Очевидно, опять Германия с бонусом на производство будет в игре, как и в Шестой Циве. Я думаю, что этот район будет давать дополнительное производство. Но вот тут начинаются опять вопросы итальянцы. Вообще, Италия появилась, в принципе, на карте только в 1861, что ли, или в 1863 году. До этого это всё были разрозненные маленькие княжества, королевства, под патронажем более больших империй. И, в принципе, в индустриальную эпоху итальянцы каких-то значимых достижений и не сделали. Я могу только вспомнить оперы итальянских композиторов. Собственно, поэтому тут и вот уникальный квартал театр имеется. Да и сами итальянцы эстеты. В этом плане, хотя они почему-то похожи на Австро-Венгрию, хотя, конечно же, в реальной истории эти государства очень различные. Но, с другой стороны, итальянцы это хотя бы культура, действительно. Это нельзя назвать только государством, это культура. Так что в Humankind они будут эстетами. Уникальный район явно будет давать бонус на культуру. Ну, а уникальный юнит, видимо, альпийские стрелки, можно перевести. Ну, а альпини, наверное, они так по-итальянски назывались. В описании сказано, что это элитные солдаты, известные своей способностью сражаться на любой местности, являются старейшей действующей горной пехотой в мире. Но я, честно говоря, первый раз слышу о подобных воинских формированиях. Я думаю, можно было бы использовать какой-нибудь юнит из армии Гарибальди, который как раз и занимался объединением Италии огнём и мечом. Но горные пехотинцы так горные пехотинцы. Ещё одна странная культура этой эпохи — мексиканцы. В игре они будут аграриями. И тут, конечно, понятно, что разработчикам надо было какую-то культуру из американского континента брать. Для США, видимо, ещё рано. Они её хотят в последнюю эпоху запихнуть. А мексиканцы ещё, считайте, такие продолжатели дела ацтеков. Потому что, в принципе, если не брать США, то, наверное, стоило бы всё-таки Бразилию использовать, которая даже в Циве есть. Но для Бразилии нету предшественников в предыдущих культурах. А у мексиканцев хотя бы ацтеки есть. Хотя очевидно, что мексиканцы, что в 19 веке, что сейчас, играют не самую большую роль в мировой истории. Тем более ещё в 19 веке они постоянно проигрывали все войны тем же самым США. Уникальный юнит, видимо, можно не переводить. Наверное, так и будет Солдадерос называться. Солдадеросы, обычно выходцы из самого бедного слоя населения, играли важную роль во время мексиканской революции в качестве логистической поддержки и активных бойцов. Фиг знает, какая у них будет способность. Наверное, на своей территории какой-нибудь бонус к силе. А уникальный квартал Асьенда, то, что у Колумбии, например, было в шестой циве, это такие крупные хутора, ориентированные на выращивание продуктов и крупного рогатого скота, да и не только рогатого. Так что очевидно, будет давать бонус к еде. Но опять же повторю, для индустриальной эпохи мексиканцы очень странный выбор. Переносимся в Азию. Персы. Тут я соглашусь, хотя, конечно, персы намного раньше уже присутствовали на мировой арене, в том же античности. Это была, пожалуй, самая мощная цивилизация, пока не стала проигрывать грекам. А, слушайте, я тут глянул, персы на самом деле и в античности в хуманкайн есть. Это, грубо говоря, получается, единственная пока культура в игре, которая с абсолютно одинаковым названием есть и в античности, и в следующей эпохе в какой-то. В античности они, кстати, были экспансионистами. А вот в индустриальной эпохе строители. Уникальный юнит, думаю, тоже не будет переводиться, Джаза-Ерчис. Не знаю, правильно ли я произнес. Эти солдаты были вооружены тяжелыми мушкетами, которые, в общем-то, и назывались на персидском Джаза-Ерис, и обладали большей дальностью и точностью, чем европейские аналоги. Ну, тут, конечно, можно поспорить, фиг его знает, но очевидно, что это будет стреляющий юнит с большей дальностью атаки и, видимо, большим уроном. Я, во-первых, посмотрел, что европейские мушкеты так-то весили 5 килограммов, а вот эти Джаза-Еры 18 килограммов, поэтому, может быть, они и дальше стреляли, но это ж обалдеть 18 килограммов таскать с собой. Уникальный квартал «Караван-Сарай» называется. Это специально укрепленное здание для караванов, пересекающих Персию, и торговцы могли спокойно отдыхать здесь во время путешествия по шелковому пути, так что, очевидно, это будет бонус на деньги. Ну и тадам! То, что долго ждали, наконец-то, русские в «Humankind». По-моему, совершенно правильный выбор эпохи, когда использовать Россию. Я думаю, что вполне может быть в следующей эпохе еще и СССР будет, так что нормально. Русские в «Humankind» экспансионисты, что тоже вполне естественно для 18-19 века, так и для 20-го тоже, когда все больше и больше территорий захватывалось. Уникальный юнит «Супероригинальный казак», как в описании сказано, «Повелители лошадей и оружия казаки играли активную роль во многих сражениях, в которых участвовала Россия, и их боялись за их жестокость». Вот так вот. Хотя, конечно, как в комментариях мне под каком-то видео отмечали, просто это самое известное воинское подразделение, которое ассоциируется именно с Россией, потому что все остальные, ну, понимаете, и керасиры были в русской армии, и гусары, и пикинеры. Хотя еще можно было бы, я сейчас вот подсказал пикинер и подумал, что в принципе можно было стрельцов тех же использовать, либо гвардию Ивана Грозного, опричников. Но, правда, в данном случае это не та временная эпоха. Ну и уникальный район, собор внезапно. То есть даже не Лавра, например, которая является реально районом, а просто собор. В описании сказано, что использование различных стилей в религиозной архитектуре подчеркнуло традиционное русское наследие и духовную преемственность византийской империи. Хм, значит ли это, что в Humankind надо будет после Византии брать русских? Надо будет посмотреть. Ну и, очевидно, бонус на религию какой-то будет. Если, конечно, в этой эпохе религия еще будет играть какую-то роль. Еще одна культура Азии. Сиам, ну или сиамцы, будут в игре, опять же, строителями, как и другая азиатская культура. И тут я согласен. Действительно, Сиам в 19 веке, в отличие от многих других азиатских культур, и участвовал в мировой политике, и смог сохранить свою независимость. Так что, логичный выбор. Уникальный юнит, конечно, прикольный. Слон Гатлинга. Это что-то интересное. То есть, ну в эту эпоху же просто обычных слонов невозможно использовать, понимаете? Тут должна быть какая-то отсылка к индустриальной эпохе. Ну и вот, если на слонов повесить пулемет Гатлинга, то это становится слон Гатлинга. Поэтому, в принципе, юнит прикольный. Правда, не уверен, что он действительно был особо распространен в то время, и прямо уж таксиам его используют. Ну и уникальный квартал, плавучий рынок. На сетях каналов новой столицы, на плавучих рынках, было представлено множество товаров, привезенных из реки Чао Прайе. Очевидно, район, который можно будет построить на воде, и который будет давать бонус к деньгам. Ну и, наконец, последняя культура индустриальной эпохи. Зулусы. И, естественно, милитаристы. Вообще, зулусов очень любят в таких квази-исторических стратегиях. Постоянно их пихают, и, казалось бы, возможно, они не достигли многого. Но благодаря шаке, вообще, организации, военной организации, дело среди зулусов, европейской цивилизации они запомнились. Естественно, уникальный юнит импи, чрезвычайно хорошо организованные и дисциплинированные полки зулусов, окружали своих противников, используя тактику рога буйвола. Я еще помню, в пятой циве, там у них прокачки были спина буйвола, задница буйвола. Ну, задница, по-моему, не за... ну, зад буйвола, по-моему, так и назывался, кстати. Возможно. Ну, понятно, что какой-то бонус за атаку с флангов, скорее всего, будет. Уникальный район Изундлу, я так понимаю, что это переводится как дом, то бишь дом воинов, и, очевидно, будет давать бонус либо к опыту, либо к силе юнитам, которые построены в этом городе, где этот район есть. Вот и все 10 культур индустриальной эпохи. Традиционно прошу вас в комментариях написать, за какую из этих культур вы сыграете первую игру. Напоминаю, что в Humankind интересно сделано выбор культур. Когда вы переходите в следующую эпоху, вы можете выбрать, за какую культуру играть дальше. Можете оставить ту, что у вас была изначально. Можете выбрать из тех, что появились новые, и даже взять какие-нибудь из старых культур тоже. То есть в индустриальной эпохе никто вам не мешает взять Вавилон, предположим, если, конечно, сейчас за него никто не играет. Ну и ваши впечатления от выбранных разработчиками культур. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok